Итак, господа, купил новый кулер. Скажите, сдолбал с новыми кулерами, да? Покупаешь постоянно, не знаю, каждые полгода кулера, да? Но этот в этот раз дорогой, да, и необычный. Во-первых, начнём с самого главного, почему я его купил. Модель, то есть Depcool, UF80. Дело в том, что мне нужно 4-пинлое вот это питание, чтобы управление было по ПВМ, да, иначе моя материнка, вот эти материнки новые, они не умеют управлять кулерами по это самое, по вольтажу, да, а не только по ПВМ, частотное управление. То есть, сколько она материнка сигналов отправит, столько раз он, наоборот, покрутится. Вот, опять Super Sealing, да, написано. De-Vibration, это я позже объясню, в чём дело, De-Vibration. И два шарика-подшипника, то есть, сверху, там он в этом кулере, сверху, наверное, и снизу, да. Я объясню по поводу De-Vibration сейчас, что это вообще такое. Вот, смотрите, объяснение технологии De-Vibration. Вот. Дело в том, что есть как бы две, двухслойный, то есть, он состоит, да, вот этот сам корпус. То есть, он резиновый, да, он резиновый, как бы, да, вот этот корпус, он резиновый, вот резина и отзадит огромным слоем резины. А сам он внутри ПЦ-пластика, огромный объём ПЦ-пластика, то есть, простого пластика, да. И вот он крепится, именно на резину ставится, и то есть, вибрация корпусу не передаётся, скорее всего. Вот это вот называется De-Vibration, да. Проприетарная технология, я даже перевод не читал, но тут видно всё. Вот. Вот, видите, какой он здоровый вообще. Вот такого здорового вообще не было. Кулера у меня ни разу. Не знаю, он высотой вот этой вот, отсюда досюда, да. Он сантиметр, наверное, два с чем-то. Вот. Ну, сейчас мы его вскроем и посмотрим. А не будем даже вот. Я сейчас прям так вскрою. Анбоксинг, анбоксинг, ёпта. Мазав пока, Гриша. Так. Главное, не съезжай с темы, а. Не съезжаем. Вот котёнок пришёл. Мой драгоценный, заходи. Заходи, моя прелесть. Да? Моя прелесть пришла. Вот. По поводу цены скажу. По поводу цены сразу, чтобы не было вопросов. По поводу цены скажу. 500 рублей, да? Чуть больше, чем 500 рублей. Блин, да. Тяжело одной рукой, да? Хопа. Смотри. Сейчас. Вон, наверное. Цена какая-то хрень, да? То есть, они разные есть. Показывают, да? Показывают, как ставить. Вот, 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 вот. ПК-курве. Так. Так. D-Vibration Bucle. Чё? Чё оно есть? Чё это такое? Чё такое D-Vibration Bucle? Ладно. Возможно, я чё-то другое понимаю, да? Д-Vibration Bucle. Четыре пин-адаптер. Love Noise Adapter. 7 вольт. Видите? То есть, если ты подключаешь к Molex, к Molex у тебя сразу есть Love Noise Adapter, то есть, переходник на 7 вольт, чтобы его на 7 вольт поставить, чтобы не колхозить, да, этот Molex. Так. И пятое, чё-то там такое. А, это инструкции. Notice 2 Pro Adapter. Так. Через 4, да, можешь так врубить, и будет шибко-сердно, да? А можешь через Love Noise подрубить, да, вот так вот. Так. ПЦ-курве. Вот тут написано, да, и обороты, и всё. Так. ПЦ-курве. Тут 3, то есть, оборота, 3 графика, и 3 графика шума на этих оборотах. Не совсем понимаю, сейчас разберусь и скажу, что это такое. Наверное, через Love Noise Adapter можешь переключать как-то, и 3 будет оборота. То есть, 2. 200 максимально при полном питании. 1500 и 900. Вот. И разные графики написаны. И воздушных потоков, и всего прочего, да, вот. Сейчас разберёмся, короче. Вот. Сам кулер. Он находится вот такой вот хреней, да. Теп-кул, деп-кул. Четыре провода идут. И приходят они к 4-пиновому разъёму для материнки. Это ради того, для чего и бралось это всё вообще. Вот. Вот как бы переходник, да. И выход вот 2, да. Так, вот крипсы. Крипсы, фигипсы, да. Вот. Крипсы, фигипсы. Вот. Эврин. Так, не понял. Как ставится? А, на эти штуки ставится, да. И оно защёлкивается потом. А как? А как оно защёлкивается? А, просто ставится, и хрен с ним. Да, вот, представляете? Просто защёлкивается один раз, потом не выщёлкнешь. Вот. Представляете, какая хрень. Вот. Странные штуки. Первый раз такие вижу вообще. Ладно, по кулеру. Здоровый. Зараза, да. Вот какой-то вот тут... Вот эта штука, она не очень, конечно, сделана, да. Но он вообще вот не тянется. То есть, хороший кулер, когда ты вот так пальцем заберёшь и пытаешься вот эти лопасти поднять. Если кулер хороший и тихий, то он вообще не должен тянуться. И вот это будет хороший тихий кулер, поскольку он вообще не тянется, просто лопасти гнутся. А сам вот этот кулер, он не тянется нифига. Ни вверх, ни в какую сторону. Ни влево, ни вправо, ни через жопу, блядь. Не тянется он, да. Так, странные крепления. Странные крепления. И, наверное, вот эта штука, да, от Молекса. Лофононойсе адаптер. Да, она называется как-то так. Или вот это лофонойсе адаптер. Во. Сейчас я разберусь. Подождите. Сейчас я это распутаю, а то я не понимаю. Короче, а от Молексов, знаете, вот это обычный адаптер. То есть, если хочешь от Молекса запитать этот кулер, ты вот этот адаптер втыкаешь прямо в него, в этот вот, да. То есть, он всё равно питается через 4 пин. Вот этот тыкаешь туда, да, и получается 12 вольт он получает. Вот, видите. А вот это лофнойс адаптер, вот. Нискошумный адаптер. Вот, видите, как он сделан. То есть, он 12, и к красному проводу идёт сразу на 5. Вот, ты втыкаешь его, и тут прямо написано, получается, 7 вольт. Вот, берёшь 7 вольт и втыкаешь туда. А это потом в стандартный Молекс опять, как вот эта вот хрень. Вот, и получается 7 вольт. Это, типа, то есть, легальные режимы, официально сделанные для вот этого кулера. Если материнка, это самое, да, он ПВМ только поддерживает. Если она не имеет ПВМ, если она по напряжению регулирует, тогда ты втыкаешь вот так. Так, и всё, и у тебя тихо становится в доме. То есть, да, вот это вот. Лофнойс адаптер. При использовании лофнойс адаптера. Так, где тут? Блин, тут и 500 РПВ частота, и 800 есть, и 700, и 900, да, и всё есть на свете. Я не знаю, какой график смотреть в этой хрени. Какой график смотреть? 700, тут от 700 до 1500, тут хрен знает, короче, лофнойс адаптер где. Так, так, сбоку чё написано. Так, так, у F80. А, это разные кулера, да? Разные, вот у F80, это вот этот. Верхний у F80, и, соответственно, вот, 2200, он на максималке. 1500 и 900, да? Ну, а слофнойс адаптером будет 1500, наверное, да, где-то? Пуш 900, это будет на 4 пин, да? Вот, вот так вот, на 4 пинах он будет. Ладно, сейчас, короче, мы запустим его, и посмотрим тогда. Детально уже, как он шумит, послушаем. Значит так, вот эти вот штуки, они мягкие, просто как членовый намаз, да, вот, или как собачий. Вот, видите? Вот эти штуки, они просто мягкие, но при этом, они как будто такие на затычках, да? На затычках таких, да, держатся, да? Да, вот на затычках держатся вообще офигенно, да? И вот офигенно, и крепко всё равно держатся, всё равно, вот, несмотря на мягкость вот эту, да? Вот эти, 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 вот, мягкость на эту, они офигенно прям держатся, вот. Видите, просто раз, вот, никуда Ни вверх, ни вниз, ни налево, ни направо Не идёт вообще, заблокировался намертво Как влитое просто, да, вот Ни влево, ни направо Никуда золочилось, и всё Вот, и снизу тоже, наверное, да Вот я ещё проверю Вот Я пока не подключил, сейчас подключу, сейчас посмотрим В общем, сейчас посмотрим на звук На звук, ябда Значит так, крутится вообще бесшумно Практически никакого шума нет вообще Стоп, смотрите, видите, остановлено Вот, практически никакого шума Потому что по дефолту, да, насилин Насилин вот этих пресетов 800, да, вот этих оборотов Получается 800, почти 900 А это самые процессорные 900 Вот Но сейчас мы обороты добавим Притом исключительно этому Давайте добавим Новому кулеру процессору Это фиг с ним 28 градусов, что там добавлять Добавим этому только Так, вот Chances Fan И давайте на стандарт В уголе видим Оборотов получается Сейчас будет Да ни хера не больше будет оборотов В том-то и дело Неэффективный тест Давайте добавим Да, как это сказать-то До полной скорости Блин, не то Я не тому добавил Сейчас добавлю, которому надо Вот, сейчас процессорное становится И сейчас я добавлю нужному Нужному кулеру Вот, мы добавим этому кулеру До полной скорости Ну-ка Уже 1500 Уже 2000 И 2200 Вот это предельное Что он может И вы слышите тихо Все очень тихо Видите, ничего нигде не болтается И все при этом очень тихо вообще А теперь мы сравним с Intel Насколько хороший Intel Кулер Сейчас мы добавим До тех же 2000 Intel Кулеру Вот этому Процессорному Да, он тоже Он 3000 может Он на 800 оборотов больше Включим его на полную И вы слышите разницу С обычным кулером Так, вот процессорный на 3000 Да Слышите все Все услышали Да Прикольно Да Шумно Пиздец вообще Так, мы возвращаемся На тихие настройки И у того Сначала у процессорного А потом у Вот этого Нового Так Так, мы вернулись Да, практически Процессорный уже до 900 Это 900 опять стал А вот этот вот Кулер Выдувной Стал опять 8 870 Да Это 900 Процессорный Да, а это 870 Главное, смотрите Гибкая правда Вот эта штука Она вся гибкая Вообще Вот это все гнется Это резина Да, она тихая А внутри вот этот пластик Черный Вот этот по краю идет ободок Он из крепкого такого пластика Да Вот И тишина от этого получается Полнейшая Да Ну и наверное Какие настройки сработали Если честно Извините за странный монитор Какие настройки сработали То есть я два кулера подключил Которые управляются Да По ПВМ И соответственно И процессорный Тоже утихомирился Потому что процессорный Он тоже был как бы По умолчанию И если без кулера Который детектит обороты Да То он Или по питанию Управляемого кулера Был Процессорный Он тоже 1200 только всегда был А сейчас он Видит Да То есть Прибатильник умеет кулером управлять И она Сама автоматически Настраивается Нормально На тихий режим Вот Вот такие дела Респект Кулер классный За За 500 рублей Чуть больше чем 500 рублей Я прям не жалею Тишина лютая будет Сейчас крышку поставим Вообще тишина лютая будет На том Гуд найт А вы там держитесь